Наша землячка Александра Шушарина вот уже 8 лет занимается настольным теннисом. Своё увлечение она очень любит и уже имеет множество наград. В первом классе нас пригласили посмотреть, как занимаются теннисисты. Мне очень понравилось, я решила пойти на теннис. Потом, ну, меня постоянно водила мама на теннис. Потом я... Мне очень понравилось, я решила, что я буду профессионально в дальнейшем этим заниматься. Юная теннисистка мечтает выиграть первенство России. И завоевать статус кандидата в мастера спорта. Сегодня она настроена только на победу. Кроме тех, кто занимается настольным теннисом профессионально, на первенстве собралось немало любителей этого вида спорта. Роман Олейник приехал на соревнования в Славенск из Краснодара. В обычный день банковский работник. Здесь Роман чувствует себя как среди своих. В свободное от работы время занимаюсь этим видом спорта и езжу на соревнования. У нас команда сборная. Есть человек из Кореновска, я из Краснодара. Еще есть станицы ребята. Нам это очень нравится. Мы приезжаем отдыхать сюда. Сегодня рабочий день, но я отпросился. Для Николая Кравчук настольный теннис – это здоровье. В свои 58 лет он не прекращает ездить на различные соревнования. И сегодня играет за команду города Новороссийска. Сюда я уже третий или четвертый раз приезжаю. Нормально. Обстановка спортивная. Зал специализированного. У нас такого нету. Новороссийский сейчас зал. Подобные первенства по настольному теннису в нашем городе проходят регулярно. Директор детской и юношеской спортивной школы «Юность» поделился, какие спортивные события ждут в будущем наш город. В ноябре месяце будет проводиться клубный чемпионат России в премьер-лиге среди мужских команд. Мы приглашаем всех любителей спорта, чтобы посмотрели, как играют в настольный теннис самые великие спортсмены мира. Третий тур командного чемпионата Краснодарского края по настольному теннису в нашем городе будет проходить три дня. Его победители перейдут на следующий этап, где смогут побороться за звание стать лучшими теннисистами. Ольга Фомич, Дмитрий Мирошников, программа «События».